В запасниках Курской картинной галереи имени Дейнеки множество интересных экспонатов, но некоторые связаны между собой совершенно удивительным образом. Та группа экспонатов, о которой хочется рассказать сегодня, это еще и несколько этапов истории нашей страны. Причем кажется, что эти этапы разделены просто чудовищным друг от друга расстоянием, а между тем все спрессовано в биографии одного человека. Речь идет о брате исторического живописца Вячеслава Шварца Евгении Шварца. В галереи хранится его портрет, написанный другом семьи Александром Литовченко. Рожденный в 1843 году в семье военного и окончивший пажеский корпус, Евгений Григорьевич был воплощением идеалов 19 века. Камергером, статским советником, почетным членом Императорской академии художеств. А вот разбились идеалы, как это часто бывало, о советскую реальность. Он умер в ссылке в 1932 или 1933 году, и историки, в общем, до сих пор твердо не выяснили. Он умер в ссылке в Алма-Ате или где-то в Сибири. Усадьба Шварца в селе Белой колодище Гровского уезда Курской губернии также была разорена и сожжена. Дать представление о ней сейчас могут графические листы, которые хранятся в галерее в условиях особой осторожности, без воздействия света и пыли. Александр Литовченко после смерти своего друга Вячеслава Шварца начал близко общаться с его младшим братом. Чуть позже он приезжал к Евгению каждый год. Это влекло за собой появление все новых и новых работ в усадьбе, приумножающих коллекцию отца Евгения Григорьевича. Одной из них стал графический эскиз иконостаса Нижней Церкви. Кроме того, он создал акварельный лист проект Балкона. Это единственное свидетельство внешнего облика усадьбы. Любопытно то, что именно живописец разрабатывал дополнение к старому усадебному дому. Примечательны также портретные изображения. Согласно надписи на обороте, фигура с бородой – это сам художник, высокий молодой человек Евгений Шварц, а пожилая дама – его тетушка. В нашем собрании хранится совершенно удивительный небольшой эскиз, изображающий интерьер в усадьбе Шварцев. То, что окружает этих молодых людей в интерьере, это та коллекция Шварцев, которая частью своей находится сейчас в собрании Курской картинной галереи. Здесь мы видим работу Вячеслава Шварца и работу европейских художников. Много разных историй соединяются вместе. В 1879 году Евгений Шварц женится на Александре Владимировне Адамовой. Александра Владимировна Адамова, к тому времени очень рано овдовевшая молодая дама, у которой двое детей, Александра Владимировна Адамова, урожденная Шварц, в общем-то дальняя родственница Евгению Шварцу. И семья ее родителей очень примечательна, потому что матушка Александра Владимировна, Александра Алексеевна, урожденная Таймилова, наследница вот того замечательного художественного собрания, которое на протяжении многих десятилетий в своей усадьбе в Петербургской губернии собирал Алексей Романович Таймилов. Таким образом, эта коллекция являла собой слияние двух. Некоторые картины на представленном эскизе экспертам удается без труда распознать. Кроме работ различных мастеров, были в собрании и работы художников, вышедших из самого семейства. Этот портрет написал дедушка Александра Владимировна Алексей Романович Таймилов. Он брал уроки живописи у Кипренского и Орловского, но при этом все равно оставался любителем. На картине сохранилась чья-то попытка исправить рисунок руки, след черенка кисти, оставленный на слое непросохшей краски. Можно сказать, что эта работа своего рода вот такое свидетельство дилетантских увлечений русского дворянства в начале 19-го столетия. Вот тех дилетантских увлечений, которые привели к созданию прекрасных коллекций, собственно, к изучению русского искусства. Наличие подобных работ во многом характеризует коллекцию Шварца. Характеризуют ее и плоды продолжения сотрудничества со старым другом. Если визиты не повторялись, то в Курскую усадьбу пересылались те работы, над которыми трудился Александр Литовченко. И вот, скажем, в середине 70-х годов Александр Литовченко, как и многие академики Российской академии художеств, занят большим государственным заказом. В одном из писем, которые адресуются в Курской усадьбе Евгения Шварца, он пишет адрес мой простой, Москва, храм Христа Спасителя. Результатом вот этих усилий и стараний, возможно, был и вот этот эскиз, где изображена сцена «Хождение по водам». Незначительный эскиз, очень в общем решающий какие-то основные особенности этой композиции, нам чрезвычайно интересен и любопытен как раз-таки вот своим характером подготовительной работы. Это очень интересно характеризует то собрание, которое постепенно накапливалось в усадьбе Верховной Белой колодец, где было очень много эскизов, картонов и подготовительных штудий к тому или иному значительному произведению русской живописи. Несмотря на эту особенность, значимость коллекции Шварца отрицать нельзя. Она представляет собой культурный срез целой эпохи. Не зря Евгения Григорьевича в свое время удостоили звания почетного члена Академии художеств.